Знаете ли вы, что НАСА исследует не только звёзды, планеты, галактики или чёрные дыры? Трудно поверить, но это так. Агентство также работает над открытиями здесь, на нашей родной планете. Так что же открыло НАСА? Есть ли жизнь подо льдом? Недавно, анализируя данные, специалисты обнаружили нечто невероятное подо льдом Антарктиды. И это открытие не только меняет всё, что мы знаем о водной системе Земли, но и может помочь в исследованиях жизни в космосе. От понимания Антарктиды и её тайн может зависеть существование человечества, ведь последние открытия раскрывают жизненно важную информацию о нашем выживании. Но прежде чем мы продолжим, давайте проверим, много ли вы знаете о месте, где насколько хватает глаз один только лёд. Антарктида — один из мировых континентов, и она находится в Южном полушарии. Это предпоследний по величине континент по общей площади. Он почти в два раза больше Австралии. Хотите увидеть настоящие метеориты? Отправляйтесь в Антарктиду. Благодаря сухому климату Антарктида является одним из лучших мест для наблюдения за космосом. Но ещё более замечательно то, что на белой поверхности континента можно найти метеориты. Учёные уже извлекли изо льда около 45 тысяч метеоритов. И они думают, что смогут увидеть ещё 300 тысяч. Поскольку земных камней там не так много, тёмные метеориты легко обнаружить. Сухая пустынная среда Антарктиды также способствует их сохранению. Даже тех, что упали на Землю более миллиона лет назад. А можете ли вы представить себе вулканическую активность в Антарктиде? В это трудно поверить, но здесь огонь встречается со льдом. Западная Антарктида — это место, где происходит наибольшая вулканическая активность. Недавно учёные обнаружили, что только в Западной Антарктиде существует 138 вулканов. Вот это да! Можно подумать, что в Антарктиде всегда холодно. Но нет. В её прибрежных районах бывает до плюс 10 градусов Цельсия. А вы когда-нибудь задумывались, как бы выглядела Антарктида, если бы там не было льда? Раньше она не была покрыта льдом. Правда, это было 34 миллиона лет назад. И никто не мог сказать, какой была поверхность континента без льда, пока НАСА не изменила эту ситуацию. В агентстве провели компьютерное моделирование и создали самую точную на сегодняшний день карту. К всеобщему удивлению, континент оказался совсем не плоским. Он довольно неровный с долинами, холмистыми равнинами и высокими горами. Но это мелочи по сравнению с тем, что НАСА обнаружила подо льдом Антарктиды. Что же там такое? Барабанная дробь, пожалуйста. НАСА открыло два новых подледниковых озера. И что еще круче? Их заметили из космоса. Как это? Если ваш ответ благодаря высокотехнологичным спутникам, вы правы. В 2003 году НАСА запустило спутник под названием «Айс-Сад», который измерял баланс массы ледяного покрова, а также высоту облаков и аэрозолей. Спутник также помог создать карту Антарктиды без льда. В 2010 году Европейское космическое агентство запустило второй спутник — «Крио-Сад-2». Он предназначался для отслеживания изменений толщины льда. Затем в 2018 году НАСА запустило третий спутник — «Айс-Сад-2», который расширил миссию «Айс-Сад». Он измерял высоту ледяного покрова и толщину морского льда. Это был самый современный лазерный прибор НАСА для наблюдения за Землей. Он предоставил данные высочайшей точности. В сочетании с данными, полученными с других спутников, удалось обнаружить эти два новых озера рядом с парой более крупных. Но как вообще возможно существование этих озер? Средняя толщина льдов Антарктиды составляет 2 километра. Однако в некоторых местах, особенно зимой, его толщина может превышать 3 километра. Вы можете подумать, что под льдом ничего нет. Но наука утверждает обратное. Невооруженным глазом этого не видно, но лед континента постоянно движется в разных направлениях под действием своего веса. Однако ученые долгие годы не могли разобраться, как движется вода. Ситуация начала меняться в 2007 году, когда данные, полученные со спутника «Айс-Сад», позволили понять, что скрывается под поверхностью. Тогда была обнаружена целая сеть озер талой воды, соединенных под динамичными ледяными потоками Антарктиды. И их были сотни. Глицеолог из Института океанографии Скрипса Хелен Аманда Фрикер выяснила, что изменения высоты, измеренные «Айс-Сад», произошли из-за динамики этих озер. Они не удерживали талую воду в статичном состоянии. Вместо этого они постоянно наполнялись и осушались с течением времени с помощью системы водных путей. И по мере того, как они это делали, лед над ними поднимался и опускался. Но куда стекала вода? Конечно же, в океан. И ее было очень много. Недавнее исследование, проведенное в соавторстве Сфрикер, показало, что в результате дренажа одного озера всего за три дня в океан утекло 750 миллиардов литров воды. Бесчисленные загадки о том, как устроена природа, еще предстоит разгадать. Но обнаружение двух новых озер даст ученым более полное представление о том, как быстро будет меняться ледяной щит Антарктиды по мере потепления климата и как это повлияет на глобальные океанические течения и повышение уровня моря. Цикл наполнения и осушения озер также приводит к появлению трещин и расщелин на ледяном покрове. Таким образом, исследование этих новых озер поможет лучше понять повреждения на поверхности льда. Специалисты также смогут оценить, как эта схема наполнения и осушения влияет на скорость сползания льда в океаны и моря. А значит, получится оценить, как добавленная пресная вода изменит морские экосистемы. Это открытие также может подсказать, есть ли жизнь подо льдом. Ученые пробурили около тысячи метров льда и обнаружили, что образцы воды, взятые из одного из озер, содержат около 10 тысяч бактериальных клеток на миллилитр. Такое большое количество бактерий – хороший знак. Ведь это означает, что ледяные воды подходят и для более высоких форм жизни, таких как микроживотные. И одно из этих новых озер может даже быть их домом. Но самое интересное, что новые озера могут подсказать, возможно ли жизнь на других планетах. Ученые считают, что любая жизнь под замерзшей поверхностью Марса может следовать закономерностям, наблюдаемым в озерах Антарктиды. Таким образом, есть вероятность, что они найдут важную информацию о типе жизни, которая могла существовать на Красной планете. Думаю, вам не захочется оказаться в Антарктиде зимой. Самая низкая температура, которую вы встретите на Земле – минус 89,2 градуса Цельсия. В 2010 году была зафиксирована еще более низкая температура – минус 93,2 Цельсия. И вы можете почувствовать этот холод гораздо сильнее из-за мощных сухих ветров. Знаете ли вы, что размер ледяной поверхности Антарктиды меняется в течение года? Летом он составляет около 3 миллионов квадратных километров. Но когда наступает зима, он увеличивается до 19 миллионов квадратных километров. Но в любое время года это самый большой кусок льда на Земле. Прости, Арктика, ты проиграла. Как вам, милые маленькие пингвины? Считайте их коренными жителями, потому что в Антарктиде нет коренного населения. Это ничейная земля, и она не принадлежит ни одной стране. Знаете, кто владеет ей на самом деле? Пять различных видов пингвинов, тюленей и косаток. Несмотря на суровые условия континента, вы можете посетить его как турист в рыболовных или исследовательских целях. Около пяти тысяч человек проживают на континенте летом на исследовательских станциях. Но когда наступает зима, остается только тысяча. Ледяной покров Антарктиды составляет 70% мировых запасов пресной воды. Представьте, что произойдет, если все это растает. Уровень мирового океана поднимется почти на 60 метров. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok